Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы находимся в ботаническом саду имени Петра Великого с Александрой Волчанской, агрономом питомника древесных растений института. И мы сегодня хотим поговорить про зимний плодовый декор в саду. Здравствуйте! Здравствуйте, Александра! Мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что в зимнем саду нам, кроме сухостоя и хвойных растений, не на что полюбоваться. Отсутствуют яркие какие-то краски. И немногие растения сохраняют какие-то цвета. То есть, это, в принципе, плоды, которые мы можем видеть на ветках кустарниках, на деревьях. И я хотел бы задать вам в первую очередь такой вопрос. Какие плодовые деревья или кустарники мы можем сажать в наших садах, чтобы они могли нас радовать в течение всего зимнего периода? Да, действительно, это очень важный вопрос. Потому что, так или иначе, мы находимся все-таки на 60-м градусе северной широты. И вот этот вот длительный, прохладный, холодный или необычно теплый период, как для этого года. Но все-таки декоративности, действительно ярких красок нам не хватает. И хотя, конечно, не только плоды составляют декоративный акцент зимой, да, еще все-таки цвет коры. Но, действительно, о цвете плодов, которые долго задерживаются на растениях, стоит поговорить. К таким растениям относятся и снежноягодник, на фоне которого мы с вами сегодня стоим. И более экзотические растения, как, например, акантапанекс. Также к декоративным растениям, которые сохраняют длительную яркую окраску плодов, относятся, например, барбарис. Всем нам известный, но существует много разных видов. Например, не менее декоративен барбарис корейский, у которого плоды отличаются шарообразной формой. Они такие более не вытянутые, как и у всех нам известного барбариса Тунберга, а круглые и действительно декоративные. Вот даже до конца января, середины февраля, они на фоне снега выглядят очень-очень эффектно. Многие виды боярышника также сохраняют свою декоративность. К сожалению, вот, например, чаще говорят о рябинах, в том числе белоплодных рябинах. Но, если быть все-таки совсем честными, они, конечно, утрачивают декоративность именно в плодах уже к середине декабря. Так или иначе, плоды осыпаются, и в январе мы с вами плодов уже у рябин не увидим чаще всего. Ну, как правило, еще и птички помогают. Да, птички помогают. Но вот у некоторых растений почему-то плоды не привлекают птиц. Причем, говорится, что растение интродуцент, оно родом из Северной Америки. Дескать, здесь нет тех видов птиц, которые способны были бы разносить и размножать его семенами, поедая плоды. На самом деле, и в Америке тоже снежноягодник очень долгое время свою декоративность не теряет. То есть, там тоже птицы почему-то плоды этого растения не едят. Так за океаном родилась легенда, что вот здесь нет тех видов птиц, которые способны поедать плоды снежноягодника. Не знаю почему. Хотя они, в принципе, и не ядовиты. Ну, в принципе, для человека они, скажем так, несъедобны. Они неприяты на вкус, но и много их не съешь, как минимум. И все-таки аллергические реакции может вызывать, особенно дерматиты. Хотя, опять же, существуют исторические данные, что, дескать, коренное население Америки использовало плоды снежноягодника в качестве мыла. Потому что содержат эти плоды большое количество сапонинов, пенящиеся вещество, которое позволяло действительно, возможно, позволяло использовать плоды в качестве мыла. То есть, достоверно мы сказать-то не можем. Мы рекомендовать не будем. Не будем точно, потому что, да, содержат возможные драматические различные реакции и аллергии. Тем более, в наше время многие люди подвержены аллергии и различным таким вот кожным реакциям. Поэтому, конечно, повторять эти фокусы не нужно. Ну, в принципе, это хорошее растение для сада. Да. То есть, и достаточно безопасное. Потому что, ну, многие исходят из того, что если растение несъедобное, то и сажать его не следует. А если оно еще и ядовитое, то очень боятся, что дети какие-то ягодки в рот потянут. То есть, в принципе, с этим растением соблюдать осторожность нужно, но, в принципе, это не мешает. Ну, конечно, да. Да, мы обычно не рекомендуем, когда есть детки на участке, сажать какие-то растения, которые могут вызывать какие-то такие реакции. Все-таки снежная ягодник относится к ним же. То есть, условно, скажем так, ядовитое растение. Детям есть не рекомендуется. Но, как ни странно, за все время существования ботанического сада еще не было ни одного случая, что у нас все-таки есть и детские площадки, и дети гуляют, что какие-то были отравления, или мы вызывали скорую помощь. Таких случаев не было. То есть, все-таки, это нужно съесть достаточно много ягод, чтобы получить серьезную, сильную, опасную реакцию. То есть, да, садоводы зачастую необоснованно обходят вот эти вот, скажем так, ядовитые растения стороной и избегают их совсем необоснованно. Они действительно бывают очень-очень декоративные. А, скажите, а что по поводу бересклетов и древогубцев? Я видел у вас у японского сада растет очень красивый древогубец с красивыми желтыми плодиками. Я знаю еще, что есть красивые бересклеты с розовыми плодами. В принципе, бересклет, так же, как и рябина, теряет свою декоративность где-то в середину декабря. То есть, плоды опадают, да, и мы уже с вами в январе-феврале декоративного аспекта от этих кустарников не получим. А древогубец, да, действительно, достаточно долго сохраняет вот декоративность. Но, опять же, ландшафтные архитекторы, садоводы не очень любят и древогубец, и снежно-ягодник преречный, в том числе и снежно-ягодник белый, потому что сорничают эти растения. Снежно-ягодник очень расползается по рослю. Это один из его таких существенных недостатков. Это кустарник, который требует за собой следить, активно следить. То есть, к нему нужно постоянно подходить, удалять лишнюю поросль. То есть, это не то растение, которое... Ну, в парках расползание куртины – это нормальное явление, а вот на наших маленьких участках – это уже, скажем так, недостаток. И древогубец тоже сорничает. То есть, семена, попадая в землю, могут дать вам сходы в совершенно неожиданных местах, не в тех, которых вы планировали. Это, пожалуй, тоже его один из недостатков. А так, да, он действительно очень декоративен, и главное, что он подходит для вертикального озеленения, потому что это растение – лиана. И у нас не так много лиан, которые мы можем использовать на территории северо-запада для озеленения. Древогубец – один из них. А скажите, а что по поводу роз, ругос, шиповников, которые тоже сохраняют плодики на зиму? Можно ли их оставлять, во-первых, для самого растения? Хорошо ли это просто, чтобы они висели всю зиму? Или стоит все-таки избавляться, если мы хотим это растение в культуре видеть цветущим летом? По большому счету, для роз, для шиповников, в частности, для розы-ругозы, не критично, если мы оставляем своими плоды на всю зиму. В первую очередь, конечно, помогает птицам. О братьях наших меньших нужно заботиться. Сейчас, в этом году, мы имеем аномально тёплую зиму, но всё-таки бывают же и холодные зимы, когда действительно птицам добывать пропитание очень-очень сложно. И вот эти плоды, которые мы с вами оставляем в саду, им очень помогают. А птицы нам с вами помогут в летний период, когда они начнут выкармливать своих птенцов, им потребуется белковая пища, и они будут как раз-таки уничтожать паразитов и насекомых из наших приусадебных участков. Возвращаясь к розеру-гозы, да, действительно, декоративные плоды, долго декоративные, то есть тоже до конца января они не утрачивают декоративность. Не снижается декоративность цветения, если мы оставляем плоды. Но, к сожалению, далеко не все шиповники дают нам ярко окрашенные плоды. Мы помним, что есть ещё розы бетренционалистные, которые всё-таки чёрные плоды, и они сморщиваются не очень, скажем так, привлекательные. Не теряют декоративность. Да, но они не столь яркие просто. Ну, то есть, опять же, это розы очень большой просто род, о них можно говорить отдельно, но всё-таки я вот на участках рекомендую оставлять именно плоды у розы-ругозы. Она, пожалуй, наиболее крупные плоды, яркие, осенью оранжевая, потом ярко-красная, действительно, очень эффектно смотрится в садах. Ну, мне кажется, в вашем саду одним из самых красивых кустарников, боярышник является в данный момент, он совершенно усыпан ягодами, там огромное количество птиц, вот этот совершенно, мне кажется, замечательный куст, который, мне кажется, вот просто является царём зимнего декора. Ну, это да, это один из видов, который, пожалуй, стоит порекомендовать именно в озеленении, да, рекомендовать использовать на приусадебных участках. Единственное, достаточно крупный кустарник, это боярышник однопестичный, то есть, это кустарник, который достигает в природе высоты 3-5 метров, хотя боярышники на приусадебных участках, можно тоже их сдерживать стрижкой, в общем-то, держать в определенных рамках, в определенных размерах. И да, вот один из таких экземпляров, ярких, красочных, в нашем саду сейчас представленный, и будет держать свою декоративность тоже до конца, пожалуй, января. Ну, а скажите, а что бы вы могли посоветовать нашим подписчикам из необычных каких-то кустарников, которые малоизвестны, но произрастают, в принципе, у нас в области, которые можно было бы завести у себя в саду и удивить соседей. Ну, вот из таких, которые, пожалуй, произрастают у нас в области, сложно, это скорее только хвойные, которые не утрачивают декоративность, а вот то, что можно, в принципе, приобрести и сейчас появились в продаже, это дальневосточные виды, например, акантапанок сидящий цветковый с декоративными такими шариками черных саплодий, тесно прижатых друг к другу плодов. Это растение семейства оралевое. В общем-то, при любых таких, даже климатических отклонениях, будь то суровые зимы или теплые зимы, он достаточно устойчив. Цветение может быть не столь пышное, не столь декоративное, как у большинства представителей семейства оралевое, но плоды действительно выглядят эффектно. Причем это уже начиная с листопада, с конца октября и до марта кустарник представляет действительно декоративность, действительно выглядит эффектно. Действительно, даже у нас в группе ботанического сада очень часто задают вопросы именно про эти экземпляры, потому что привлекают к себе внимание своей необычностью. Спасибо большое, Александр, за очень интересный рассказ. Надеюсь, вам тоже было интересно. Оставляйте ваши вопросы Александре. Надеюсь, что она сможет на них ответить. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин